А не гибнут за наш мир остаются лишь цифрами в новостях. Павшие герои СБУ, их имена не афишируются как при жизни, так и после фатального подвига. В Одессе прошли выставка, картины и спектакль, посвященный погибшим бойцам украинской спецслужбы. Воскресенье, 5 февраля. Одесский дом офицеров переполнен. Преимущественно все в гражданском. Но уставшие взгляды, раннюю сединую армейскую выправку не скрыть. Силовики разных уровней и подразделений пришли отдать дань памяти своим павшим соратникам. Сперва художественная выставка. Родственники погибших бойцов не сдерживают слез. Автор картин объясняет, пыталась передать лица ребят без траурной ретуши, такими, как их помнят и любят. Выставка называется «Невидимая варта», понимаете, не только из-за того, что хлопцы загинули и там, сверху, где-то на нас смотрятся. А еще то, что вся работа СБУ, это та невидимая варта, которая носила на себе безопасность, а мы не видим ее работы. Часто задают запитания сами, что вы делаете в этой войне. И я отвечаю, что, может быть, наши хлопцы действительно делают это профессионально, вправно, и вы не видите нашей работы. Но она ей очень большая. И вот символично мы назвали выставку «Невидимая варта». Соавтором выступила дочь Олеси Александра. Эмоции на картинах – это еще и личное. Глава семьи Шиденко также служит в зоне проведения АТО. Плюс к этому автор выставки работает в Академии СБУ. И троих героев своих работ знала лично еще при жизни. Работа была велика проведена с родинами, с дружинами, с мамами, с детьми. Тож, было еще троих сюжетными картинами с символами. Символом Донецкого аэропорта, вы подивитесь, вилет изменяется, который буквально несет в собе то, что вилет изменяется на певный час. Просто на деякий час. Потім сядут наши літаки. Есть картина, присвященная молодому поколению. То есть, жизнь продолжается, где под ливайскими танками находятся сусенята, как символ того, что молодь имеет это все поднять. Жизнь все равно продолжается. Есть символ, квиты после битвы. Это то, что природа и Бог над нашей людской недолугостью. Кроме главных силовиков региона, выставку посетил и глава обл. администрации Максим Степанов. Он уверен, что память и правду о конфликте на Востоке необходимо донести до потомков. Память и правда очень нам необходимы. Для того, чтобы мы знали и помнили о тех людях, которые ценой своей жизни. Вот они все представлены. Погибшие ребята, которые погибли за родину. Они представлены на этих картинах. Поэтому я считаю, что такого плана мероприятия у нас должны проходить как можно чаще. Также гостям показали постановку реквием «Война без срока». Ее появление целиком и полностью заслуга курсанта в Академии СБУ. Авторы решили от первого лица рассказать истории погибших в АТО старших коллег. Это было моё обычное отряджение. Один из двухсот попередних. 19 лет на службе в СБУ. От шофера до оперативного сотрудника подраздела Альфа. Вже мавити на пенсию. Даже необходимый лист был на руках. Да, в этот час у Словянску начался конфликт. Было принято решение подойти нестандартно, творче и поставить все же таки выставу реквием. После этого были опрацены, получены материалы силами спорта, службы безопасности Украины. Так была створена эта выстава реквием. Она впервые была продемонстрирована на День захистника Украины в жевтем минулого року в Палаце мистерства, службы безопасности Украины. После Одессы выставка и спектакль поедут во Львов и Винницу. Затем картины ждёт разная судьба. Большую часть портретов подарят родственникам погибших. Остальные полотна будут висеть в фойе и музеях сразу нескольких учреждений СБУ. Игорь Хмурый, Евгений Руденко, Седьмой канал.